На малой сцене столичного театра имени Ермоловой премьера спектакля по пьесе Сухого Кобылина «Свадьба Кричинского». Режиссер Алексей Левинский основательно поработал и над формой, и над сутью пьесы. Он действовал с решимостью достойной скульптора, отсекающего все лишнее. «Свадьба Кричинского» – вторая пьеса из трилогии Сухого Кобылина, поставленная на сцене этого театра. Сообщает наш корреспондент Лилия Валеева. Алексей Левинский признается, когда несколько лет назад взялся за пьесу «Смерть Тарелкина», никак не рассчитывал на продолжение. Потому и очередность частей нарушена. Начал Левинский с финальной части, в то время как у Сухого Кобылина начиналось все со свадьбы Кричинского. За ней дело, за которым дело в театре Ермоловой, уже не постоит. Ведь сейчас режиссер уверен, Сухого Кобылин по-настоящему познается только в работе. Слишком большая фигура, поэтому мы так к нему как-то прилепливаемся. Фигура очень крупная фигура, и для меня именно это открылось, в процессе работы. Потому что я когда как читатель, и даже как зритель, я это не до конца осознавал. Тарочество, по мнению режиссера, здесь сыпется, как из рога изобилия. Что уж говорить, если главной темой спектакля Левинский считает кризис. Правда, поясняет, кризис не только финансовый, но и человеческий. Жизнь. Было времечко, было состояние. Съели проклятые, потребили все. Ничего. Не знаю, как его назвать, этот жанр. Потому что это такая криминальная мелодрама. Если по-сегодняшнему писать так. Творческая команда, работавшая с Левинским над смертью Тарелкина, почти полностью перекочевала в свадьбу Кричинского. Только сейчас они совсем другие. Например, тот же Расплюев. По словам актера Сергея Власенко, режиссер настаивал на принципиальной разнице. Человек, который ничто, потом вроде чем-то или кем-то стал. Хоть немножко, но кем-то стал. Сценическое пространство создал художник Виктор Архипов. В этих неярких, мрачноватых тонах и проживают герои Сухого Кобылина, которые в самом начале появляются перед публикой в тулупах. Михаил Владимирович, подойди назад узнать, что это такое бокс. А тебе его знать надо. А вот это. Это Тарья Стиван Антонович. Бокс английский завоеватель. Начать существовать. Не же секунды. То есть такое сделать погружение. Не думать о ритме. Не думать о темпе. Не думать о зрителе. А еще и минутно как бы вести вот эту линию. Вот в этом и есть математическая сложность этой пьесы. В театре говорят, свадьба Кричинского – это история еще одного великого комбинатора. Режиссер же считает здесь главным акцентом эпиграф самого автора. Как аугнится, так и откликнется. Лилия Валеева, Алексей Егоров, служба информации, телеканала «Культура».